Здравствуйте. Здравствуйте. Заходите, раздевайтесь. Я случайно увидела, внука водила, смотрю, добрый домик написано, и пенсионеров кормят. Ну, прошла, первый раз не обратила. Думаю, ну кормят, и кормят. Для этого что-то оформлять, наверное, надо, или что. И думаю, ладно, обойдусь. А потом смотрю, бабульки выходят, но я спросила потом у них. Ничего, говорят, заходите просто, заходите, вас посадят и будете кушать. Ну, я и зашла. Сегодня у нас меню на первое рассольник и макароны с колбасой, линегрет, ну и, разумеется, сухарики у нас всегда есть наличие, хлеб, компот. Сидишь дома, непогода, как-то, ай, как собираться идти гулять. А это само зовет сюда прийти. И идешь, и это же нам полезно ходить. Кормят-то вкусно. Вкусно. Сегодня рассольничек был прямо. Рассольник я до того люблю. Рассольник у самой так не получается. У них повар отличный. Раз в месяц день рождения. Собирают все, кто рожден в этом месяце. Любая дата, но месяц этот. И приглашают аниматоров, развлекают нас. Свои артисты есть среди женщин. Поют, стихи рассказывают, танцуют. Мы покормили 10700 человек за 5 месяцев. А в среднем в день у нас выходит 120-130 человек приходят. Пользуемся спросом даже на левом берегу, поэтому хочется еще и там открыть кафе. У нас здесь есть читательский клуб по понедельникам. Они здесь обсуждают книги. У нас где-то вязальные какие-то мастер-классы. У нас здесь вот будет буквально на следующей неделе девушка придет. Она им будет показывать какие-то упражнения из цигун. Мы постоянно что-то придумываем новое. Постоянно ищем партнеров, людей, которые могут какие-то нам устроить движения. Чтобы это было не просто вот пришел, поел, а чтобы они немножечко развивали свое тело, двигались, да, и мозг. Именно общение и ощущение нужности позволяет им жить дольше. Сегодня я волонтер в Добродомике. Один раз в неделю я обязательно езжу и приезжаю сюда, чтобы помогать, кормить наших бабушек и дедушек. Вроде бы здесь и ходишь много, и уже ноги болят в 4 часа, да, когда ты уже освобождаешься. Но ты едешь, и ты радостный, потому что ты столько сделал за день, и бабушек многих, и дедушек осчастливил. Это круто ощущать, что ты делаешь хорошее дело.